а александр виш личность книга 1 душа на завтрак или неприятности приходят по пятницам глава пятое действие вируса особенности и принципы действия вируса третий принцип принцип разделения и смешивания запутывание казалось бы противоположные понятия но смешивание не является соединения созидания а служит запутывание в результате чего снова приводит к разделению этот принцип смело можно назвать принципом распыления и переключения вашего внимания а если говорить совсем просто он усыпляет ваше сознание хаосом теперь подробнее о том в чем выражается принцип разделения и смешивания сокрытие или незнание истины способствует появлению множества разных теорий и гипотез люди блуждают своих догадках строя разные версии все больше теряясь с ответом в огромной самими же созданной кучей информации при этом разделяясь на множество мнений в нескончаемых спорах между собой это работает на лич и он использует любознательность интерес человека в своих коварных целях запутать и разделить данный принцип имеет несколько особенностей одна из которых противоположное действие там где необходимо целое вирус разъединяет там где требуется оставить разделенным и не смешивать он смешивает запутывает все в один хаотичный узел девиз этого принципа разделяй и властвуй что означает разделяй а затем смешивая как угодно как выгодно это запутает всех снова разделит что позволит легко управлять появление вируса достаточно быстро наполнила хаосом вашу жизнь начавшись разделения все закончилось полный неразбериха и глобальной катастрофой и первый цикл который последовал за этими событиями уже пошел по новому сценарию сценарию вирусной системы где было уже разделено все и все на государство на национальности на языки на вероисповедания на начальников и подчиненных на богатых и бедных и наконец на мнение убеждения но с полным хаосом в сознании для души для вселенной для создателя не существует этих разделений автор разделения лич и это его искривленная система которая присутствует напомню только на маленьком клочке трехмерного пространства где так не повезло оказаться и вам вирус создал на земле систему по своему образу и подобию в других сценариях которые существуют в мироздании нет разделений приведенных выше о том что служит источником возникновения разделения я расскажу позже когда у тебя будет необходимый для понимания этого объем знаний скажу только то что именно с этого принципа лич начал свой поход на землю разделив все и вся вирус получил полную власть над вами в некоторых случаях одновременно с разделением лишь прибегает к принципу смешивания цель запутать ваше сознание и размыть его основу например в случае появления важной информации которая может повлиять на сознание человека в правильном направлении и вывести его на истинный путь тут же вбрасывается огромное количество другой информации очень схожие как опровергающие так и подтверждающий первоисточник а часто делая ее абсолютно несерьезной в результате происходит разделение всех на множество мнений что в любом случае ведет людей по ложному пути запутывая их усыпляя сознание так и ходят по кругу спорят доказывает изменяют мир не знаю ничего позволяют себе иметь мнение по любому вопросу и каждый считает что именно он знает как нужно либо создается гремучая смесь из несовместимого делается это с той же целью получение питания от возникающих на этой почве конфликтных ситуаций примером этому может послужить то что в вашем сознании смешано и поставлено в зависимость друг от друга три разных понятия любовь секс и долг на самом деле никакой связи между ними нет никто никому ничего не должен вообще это нарушение 5 закона все подчинено 5 основным законам все остальное это ваши условности а ваши условности выдумка если человек по-настоящему любит то он сам проявляет заботу и не нужно думать что он обязан это делать или заботиться потому что должен секс не имеет никакого отношения к любви любовь понятия духовное секс удовольствие для тела а для души это просто новая информация о приятных ощущениях не обобщайте это смешав долг секс и любовь лишь получил один из самых главных источников выработки негативной энергии клубок с такими мощными механизмами как осуждение и ревность чувство собственности по отношению к себе подобным в этом клубке очень много душевной боли прошу только понимать правильно речь не идет о том что сексом можно заниматься беспорядочно просто все должно идти естественным путем настоящая любовь приведет к обязательствам но на абсолютно добровольной основе любовь стоит совершенно отдельно она существует сама по себе и не имеет своем составе ни долга ни секса главное правило не нарушать основные законы и никакими действиями не причинять никому никакой боли ни душевной ни физической не давая тем самым появится негативной энергии вирусный сценарий буквально кишит ситуациями которые приводят к душевным мукам разводы расставания с любимыми все это искривление запрограммированного и даже если вы не захотите пойти по пути предложенному вирусом и к примеру решите остаться в семье то лич в любом случае будет выигрыши и не останется без своего обеда если не будет страдать человек от которого вы собирались уйти но не ушли то будете страдать вы из-за того что остались но все равно рано или поздно если прописано наступит запрограммированное расставание и расставание неспокойное каким должно было быть а тяжелое наполненная претензиями и душевной болью потому что поучаствовал лич внедрив ваш сценарий такие негативные ситуации вирус разделяет людей оставляя душевные раны на всю оставшуюся жизнь особенно глубокими эти раны остаются у детей родители которых расстались знаю у тебя возникло несогласие по поводу моих слов о том что любовь и секс не имеют друг другу никакого отношения подожди я еще коснусь этой темы более подробно и у тебя не останется никаких сомнений в том что так оно и есть для понимания этого тебе пока не хватает определенных знаний вернемся к принципам вируса четвертый принцип принцип неравенства следующим четвертым принципом является принцип неравенства этот принцип есть обязательная составляющая системы вируса лич его корни растут из вышеназванного мной принципа разделения какими бы красивыми словами о том что все равны и свободны выборе не вуалировал через элиты свои действия лич на деле вы видите обратное свобода есть только у определенного круга а равенство просто не существует на ранних стадиях развития тоже было неравенство есть много информации о том что люди жили общинами где все было поровну ты путаешь здесь нужно чтобы ты понимал о каком равенстве идет речь речь идет о равенстве возможностей и с этим у вас огромные проблемы люди не равны в своих возможностях равенство возможностей настолько подвержена у вас искривлению что от него практически ничего не осталось ты путаешь понятие поровну и понятие равенство возможностей речь не идет о том что все поделить на равные части об этом поговорим позднее что же касается твоего вопроса то ты лично видел эти ранние стадии алекс это сценарий лич и там нет равенства не в начале сценария или как ты говоришь на ранней стадии не до самого конца исключением можно считать несколько племен обитающих у вас на разных материках но и они сохранены не случайно и цель этого совсем другая все сделано очень тонко это подмена обман чтобы вы думали что если жить естественно то придется отказаться от благ цивилизации все эти рассказы и свидетельства являются частью принципа будущего самого обманного принципа в данном случае ведущего еще к одному ошибочному мнению о том что если раньше равенство было возможно то значит это возможно и в будущем но никаких свидетельств что это был определенный период развития нет только догадки сбивает с толку наличие некоторые обрывочной информации в которой есть намек на то что возможно в отдельных случаях в разные периоды истории присутствовало равенство но это всегда имело очень короткий период и дело вот в чем существует еще один принцип возникший из-за полной несовместимости вирусной системы и системы трехмерного пространства пятый принцип принцип обратного искривления данный принцип очень напоминает действие третьего закона о чем гласит третий закон создателя третий закон закон компенсации нечто подобное происходит системе вируса лично только с точностью да наоборот происходит постоянное возвращение всех попыток исправить искривление снова искривленный вид это кстати дает многим из вас повод ошибочно думать что если так происходит то значит так устроена так задумано создатели ничего подобного так нужно вирусу проанализировав историю стремления людей построить систему с равными возможностями можно увидеть явное проявление этого принципа как бы люди не старались сделать что-то в этом направлении через какое-то время все снова возвращалась к неравенству у людей были и остаются желания изменить систему неравенства были и неоднократные попытки это сделать но все это быстро пресекалась или уничтожалось но что самое коварное это то что сами эти попытки часто уже прописаны в сценарии вируса ведь они служат источником возникновения питания и очень серьезным источником повторю необходимо понять что система равенства не означает систему где все поделено поровну а подразумевается общество с равными возможностями живущие в полной гармонии по законам создателя они по удобным законам для кого-то в данном случае по сценарию и законам вируса если говорить образно но ближе к научному объяснению принципа обратного искривления то более тяжелая энергия вируса тянет вас более легкую структуру и все происходящее с вами за собой шестой принцип принцип борьбы между добром и злом возможно самое интересное в мире занятие участие управление ловушкой добра и зла самая главная и мощная ловушка несущий свет соорудил ее первый остальные уже от нее устроились это еще один являющийся самым главным и самым распространенным принципом вируса как я уже говорил ранее изначально зло отсутствует прошу понимать правильно зло отсутствует в замысле создателя зло возникло из-за симбиоза ли четырехмерным пространством и существует только на территории распространения вируса возникшая идея борьбы добра со злом есть самый главный двигатель главный принцип действия фундамент и источник жизни вируса лич так как в нем присутствуют все остальные пять принципов здесь разделение и смешивание запутывание принцип обмена в виде обоснования необходимости жертвоприношений ты будешь сидеть на железном троне но сначала нужно принести жертвы этого требует повелитель света принцип будущего что когда-нибудь все наладится что добро когда-нибудь одержит победу над злом и самый энергетический тяжелый принцип принцип обратного искривления создающий вновь и вновь желание победить зло запомни лич это то что стало злом для трехмерного он прописался к вам убедил вас своей объективной необходимости включив механизмы борьбы со злом то есть собой же но совсем не сложно понять что вирус не собирается убивать себя этот механизм и есть основа для получения душевной боли для получения им своего питания вируса удалось внедрить в человеческое сознание существование несуществующего само наличие зла как противовес добру и убедить вас поверить в необходимость борьбы между ними сделать это было очень легко так как зло никому не нравится принятие этого принципа это главное заблуждение в том числе встречающиеся практически во всех духовных практиках и религиозных учениях причина наличия этого принципа в них кроется в том что все они это выводы и сложившейся ситуации а ситуация это сложилось очень давно гораздо раньше всех известных вам религий и учений понятие зла как неотъемлемой объективно существующей части жизни и мнение о том что борьба с ним помогает расти духовно это и есть главная ошибка приводящая к тому что на земле ничего не меняется к лучшему и земля продолжает быть фабрикой производства душевной боли любая борьба это насилие и при любой борьбе духовная слабеет так как отдает часть себя в процессе борьбы если вы думаете что борьба со злом необходимо то совершаете большую ошибку поверьте вам только кажется что без борьбы с ним зло распространится повсюду оглянитесь она уже везде и давно и многовековая борьба с ним не дала никакого результата задайте себе вопрос почему это происходит ответ напрашивается сам ваша борьба выгодно самому злу если какой-либо негативный процесс не прекращается снова и снова возникает то это означает что для кого-то это жизненно необходимо но кто из вас живет так долго более сотни тысяч лет значит дело не в самих людях а в том что управляет ими в том что имеет такую продолжительность жизни и это лич механизм переработки и поглощения духовной энергии жизнь на земле давно находится во власти вируса поэтому все что происходит на планете поддерживает его существование это доказывает то что борьба со злом действительно является главным источником жизни пиявки борьбы добра и зла нет присмотритесь повнимательнее к тому что происходит ведь на самом-то деле это просто уничтожение злом добра борьба добра и зла искусственно придуманная формула в добре нет механизма для борьбы в нем нет даже механизма защиты а значит повторю происходит не борьба а постепенное уничтожение добра подумайте почему экстрасенсы создают защиту от злых сил потому что добро действительно беззащитно как вы себе представляете добро борющимся что ему нужно для борьбы взять в руки оружие тогда чем же в таком случае она будет отличаться от зла добро с оружием такого в системе создателя не существует так как в ней нет самого понятия оружие получается что такое добро превращается в абсолютно такое же зло согласитесь ведь так и есть принять зло как неотъемлемую часть вашей жизни никак нельзя также как нельзя и бороться с ним так что же делать есть способы и методы позже я расскажу тебе о них и научу тебе ими пользоваться в итоге таковы шесть основных принципов по которым через ваше искривленное сознание живет и действует вирус лич запомни их принцип будущего принцип обмена принцип разделения и смешивания запутывания принцип неравенства принцип обратного искривления принцип борьбы между добром и злом в своей повседневной жизни все вы постоянно сталкиваетесь и будете сталкиваться с ними но зная о них зная что это на самом деле как и в чем они проявляются и кто их автор теперь алекс теперь будет понятно что происходит и ты уже не станешь поддаваться обману ты будешь знать и видеть то как та или иная жизненная ситуация связана с тем или иным вирусным принципам постоянно анализирует происходящее и сопоставляя с теми знаниями которые ты сейчас получаешь в моем рассказе я неоднократно буду обращать твое внимание на то когда и какой принцип проявляется и действует позволь акцентировать твое внимание еще на одну особенность которая присутствует практически во всех этих принципах и о которой очень подробно и расскажу когда ты перейдешь на другой виток спирали знаний особенность это наличие двух сторон двух крайностей добро и зло неравенство разделение и смешивание обмен думаю тебе будет интересно истинная причина такого раздвоения на противоположное так как в этом кроется ответ на вопрос как появилось зло как и откуда появился вирус лич и что это на самом деле действие этих принципов изменила не только вашу жизнь но и параметр конструкции более глобального масштаба и результат таких действий выглядит так из-за искривления и нарушения законов создателя на земле к концу каждого цикла начинают происходить глобальные изменения климата смещение полюсов и как следствие гибель цивилизации помогает в этом еще одно явление созданное действие вируса но о нем расскажу позднее земля повторю периодически словно стряхивает себя паразитирующие по сценарию вируса человечество так уже случалось не раз и цикл который вы проходите сейчас скоро тоже закончится закончится большим взрывом и не бомб это все пустые страшилки а очередным возмущением земли стихия не пощадит никого не элиты не народ людей сумевших пережить глобальный катаклизм останется совсем немного от пары сотен тысяч до двух трех миллионов разбросанных по всей планете и под ее поверхностью среди не успевших спрятаться не погибнут в основном лишь те кто не стал беспомощным по причине своей полной зависимости от искусственных благ цивилизации а таких поверь концу каждого цикла остается совсем немного как и в предыдущие циклы среди выживших останутся и пустые и одухотворенные лишь не допустит сломать иерархию и все начнется заново в борьбе за выживание снова очень ярко проявится зараженность скафандров что сильно уменьшит и без того небольшое количество оставшихся в живых идет отсев генов в негативную сторону поэтому с каждым новым циклом жизнь на земле становится все сложнее и жестче грядет новый цикл и по нашей информации он станет последним в нем произойдет полная кристаллизация отвердевание истощение и гибель духовного то есть гибель тех душ чьи скафандры не успеют либо не захотят их спасти случится это достаточно быстро примерно за первую пару тысяч лет еще есть шанс спастись не дожидаясь смены цикла при котором погибнут более половины воплощенных на сегодняшний момент душ но все зависит только от вас самих и каждого из вас в отдельности лишившись питания лишь попытается поймать новую жертву но на этот раз сделать этого ему не удастся отец называет мать сумасшедший мать конечно же считает наоборот мои возможности дар божий дар божий